Сложные вещи простым языком. Уже практически год в Наринмаре работает Кванториум. Множество кружков, в которых дети учатся компетенциям будущего. 3 сентября детский технопарк решил открыть свои двери для тех, кто только думает начать первые шаги в сложных сферах. Подробности в следующем сюжете. В день открытия дверей Кванториум решил познакомить детей с такими сложными вещами, как робототехника и 3D-моделирование, поближе. Ребят ждало множество мастер-классов. Лепка из соленого теста, хай-тек, промдизайн, VR и многое другое. Все, чтобы дети поняли, что такое Кванториум. Для того, чтобы дети вообще познакомились, ну, хотя бы поняли, чем занимаются здесь Кванториум. Потому что, когда ты смотришь название, допустим, 3D-моделирование, ты не понимаешь о чем-то, да? Либо введение в виртуальную реальность. Ну, может быть, мы просто очки посмотрим. Ну, нет, это все намного глубже. То есть мы должны детям объяснить, чем мы занимаемся. Кто-то пришел в Кванториум впервые. Ребятам, которым интересна робототехника, показали, как делать из лего механические конструкции. Совсем маленькие дети с увлечением собирали необычные конструкторы. Например, Егор сделал вентилятор. А помогла ему в этом специальная программа. Я засекал время, чтобы он крутился и переставался. Сейчас я выбрал на компьютере другую программу. И теперь, когда вот робот тут в глазке у него смотрит, я махаю, вентилятор крутится. Махаю, перестаю. Но среди посетителей были и те, кто уже не первый год знаком с новыми сферами. 3D-моделирование – интересный, но сложный кружок. Михаил Пласинин занимается столь сложным направлением уже два года. И вот новый учебный год начался. Подросток сразу решил вернуться к любимому хобби. Я пока выбираю профессию, на которой я буду учиться и на которой я буду работать в будущем. Ну, например, архитектор. Думаю, знания в 3D-моделировании пригодятся. В кружке Кванториума можно записаться через навигатор 83, в котором родитель также может следить за расписанием секции. А также была создана группа ВКонтакте. На кружки декоративно-прикладного творчества можно записаться с 4-х лет. А вот заняться робототехникой могут дети школьного возраста. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.